Доброе утро, Соня! Привет! Ну что, начинаем свой день? Конечно! Ну иди тогда умывайся и будем делать зарядку. Хорошо! Итак, приступим! Сначала бег! Субтитры сделал DimaTorzok Растягиваться нужно каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, зарядка окончена. Мы уже покушали и вышли погулять на улице, потому что сегодня прекрасная погода. Еще решили покататься на самокате. Субтитры сделал DimaTorzok Класс! Класс! Уже летом пахнет! Я ся уже накаталась, теперь решила полазить. Опа! Аккуратно руки повыворачиваешь! Ты что? Ну не знаю, что! Ну не знаю, что! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Мы качаем пресс опять! Яся затянула меня покататься на качельке. И я с ней теперь катаюсь. Упала в детство и мама. Держись! Все! Посидим! Накаталась! Сегодня мы с друзьями решили приехать в лес пожарить шашлык. Здесь так круто, тихо, спокойно, рядом водоем. Круто! Смотрите, сколько я уже шишек насобирала. Думаю, сделаю какую-то поделку. Красивые шишки. Угу. Смотрите, какой у нас костер. Ярослава наломала веток. Ясь, как там дела обстоят с пазлами? Нормально. Осталось самое сложное, да? Да, осталось самое сложное. Мы же купили картину, ребята, пазлы. И решили собрать. Домик, речка, все собрано. Осталось самое сложное, это листья и деревья, которые детальки все практически одинаковы. И мы же сидим два дня собираем. И я помогаю, и папа по чуть-чуть. Ярослава, держи. Пёрышки, пёрышки. Тебе не интересно посмотреть, что там, пёрышки? Интересно. Так. Да разрывай. Нет. Пёрышки. Пёрышки снять. Оп. Что это? Ну, чё такое недовольное, что это? Я так поняла, ты расстроилась, да, что придётся читать теперь книгу? А? Скажи по-честному. Да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, не ожидала я, конечно, от тебя такую реакцию. Покажи ребятам, что это за книга. Я вообще, я вообще даже не знала, что это за книга. Я не слушала. Книга называется «Лола ищет подругу». Здесь очень интересные рассказы. Да? Да. Просто Яся у нас очень любит слушать всякие сказки и рассказы. Папа ей каждый вечер читает в телефоне разные истории, рассказы. И смешные, и поучительные. Уже просто ничего не осталось. И поэтому мы были в книжном магазине, и нам попалась такая интересная книжечка, в которой там дядя сказал, что есть очень смешные и интересные сюжеты. Это целая серия рассказов. У тебя первая серия. Мы заказали вторую, потому что не было в магазине. А потом так будем покупать третью, четвёртую, и, я думаю, соберём все. Но это ещё не всё. Есть ещё один. Этот подарочек уже поменьше. Тоже интересный. Это оно? Что оно? Это оно, только нормальное оно. Да, это смарт-часы. Просто у Ярославы есть одни смарт-часы. Ну да, они дешёвенькие, они просто разряжаются моментально. Поэтому мы купили ей хорошие часы. Она у нас занимается спортом. И теперь будет измерять своё сердцебиение, шаги. А цвет тебе понравился или нет? Да, прикольно. А это просто подставочка. Зарядка. Зарядка. А, зарядка? Ну да. Давай часы посмотрим. Оу. Как их отсюда застать? Давай я тебе помогу. Смотрите, ребята, какая зарядка для часов. Эти часы водонепроницаемые. В них можно ручки мыть и не бояться. Так, давай вот это чуть перетянем сюда. О! Ярослава разберётся теперь в этих часах, а потом покажет, как они работают. Ясечка начала рисовать свою картину, которую мы недавно купили. Это у нас собачка в кружке. Смотрите, какая красивая. Уже Ясечка успела её испачкать? Конечно. Мы это заметили. Я говорю, Ярославе, начинай рисовать картину сверху вниз. Нет, она нарисовала нос и глаза. И потом своей же рукой, видите, размазала. Но я надеюсь, что мы это исправим. Мы это закрасим. Мы не закрасим. Вот у нас, смотрите, есть вот такой вот раскрас собачки. Эта картина рисуется не по номерам, а просто любыми цветами, какими ты захочешь. Но я решила сделать приблизительно такими же цветами. Да. У нас есть масляные краски профессиональные. Масло вот у неё в пробочке. Другое я убрала. Здесь вот разводит краску. Да, я её сейчас уже не развожу. Творит чудеса. Я её не разложу, потому что оно плохо засыхает. И оно вообще разводится для того, чтобы краски меньше бралось и больше размазывалось. Так ты вообще не берёшь сейчас масло? Нет? Просто оно слишком расплывается. Мне кажется, вот здесь нужно ещё будет подкрасить. Хорошо, я там потом подкрашу. То есть слишком много масла взяла там. Яся очень любит у нас рисовать. Особенно вот такие вот разные картины. Я когда-то рисовала по номеркам, ну там капец, какие маленькие детали были. Я не знаю, как я искала там эти цифры. Там они все сливаются 12-11. Это нужно в очках смотреть. Это да. Мы долго рисовали, но зато супер просто получилось. Мы эту картину подарили бабушке с дедушкой. Да, на уйдушке и в комнате висит красовица там. Да два человека с шарика, когда воздушный питают. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ушки собачки уже готовы. Получается очень даже симпатично. За один раз, ребята, у нас не получилось дорисовать картину, поэтому мы вот рисуем уже второй день ее. Что тебе там осталось дорисовать? Это будет еще два кружечка. Часть кружечки и все, да? И покажешь. Ну, вот этот вот, вот этот еще чуть-чуть. Ну, а как вообще тебе картинка вырисовывается? Круто. Очень красивые краски, яркие такие, хорошо рисуют. Он даже ярче, чем на картинке сделает. Да, у нас получилось ярче, чем на картинке. Но мы потом покажем. Смотрите, что с нашей палитрой. Такая интересная. Вся такая замазюканная. У меня тут есть пребулец. Я его сама нарисовала. Да? Смотри, пламя, рутон. Снимка палитра. Мы здесь смешивали краски, чтобы получать нужные тона. Просто специальная палитра, которую вот так вот один листочек снимаешь и убрасываешь. Наконец-то я дорисовала картину. И вот результат. Мне кажется, что очень круто получилось. А ну давай ту картинку, которая была. И сравним. Но мне нравится больше наш, потому что он ярче. Да, да, да. У нас получилась картинка поярче. Ну а теперь же пойдем покажем пазлы. Пойдем. Которые мы собрали. Вот такая вот картина из пазл у нас получилась. Она очень большая. Собачку, конечно, было легче разрисовывать, чем собирать картину. Если вам понравилось видео, жду от вас лайк и подписку. Пока-пока.